И что же вы их не перспределили, а свои нет? 10 миллионов людей, разные были люди. Люди были и богатые, и бедные. Не надо вообще... Но я не думаю, что, наверное, богатые люди в протяжении 12 лет будут ходить и пикетировать, и добиваться, чтобы им вернули деньги. Да, поэтому и бедным только бедным, конечно. И люди, для которых сумма в 1000 или в 2000 рублей по-прежнему отсутствует существенно, а таких сегодня, к сожалению, еще очень много, те, кто не получил от вас деньги, наверное, их богатым отнести сложно. Давайте посмотрим на факты, вот все-таки. Факты таковы. Давайте посмотрим. Факты таковы. МММ существовало полгода. Всего-навсего, на самом деле. Вот 1 февраля все началось, а 3 августа меня арестовали. За полгода было привлечено 10 миллионов вкладчиков, акции выросли в 125 раз, и примерно треть бюджета контролировалось. Никаких потерпевших, по сути дела, за полгода за какие-то, я вернул людям все, что они потеряли в результате гайдаровских реформ. Один. То есть вы богатите, что ли? Это факты. Я их не крестил. Я прошу прощения. То есть я правильно вас понимаю. Я правильно понимаю вас, что вы выступаете в роли благодетелей. Когда вы говорите, что вы вернули, вы вернули кому? То есть вы не создали, вы не отняли у государства, не вернули людям? Нет. Вы забрали у одних граждан, как вы это какие-то называете, перераспределили. А что вы сделали? Именно перераспределил. Ай, молодец. За счет чего? А самому это еще немножко падало? Да, я все-таки закончил свою мысль. Но перераспределять так выгодно. Знаете, у нас Зуравов тоже любит перераспределять. Закончите мысль. Мне нравится, как вы термины придумываете. До того, как вмешались власти, все шло прекрасно. Это факт, который нельзя отрицать. То есть МММ было искусственно разрушено, это тоже факт. До того момента, пока у человека не украли кошелек из ремана, он чувствовал себя спокойно. Власти это сделали. Вопрос третий. Целесообразно это было, нецелесообразно. Но факт остается фактом. Я говорю, что она бы существовала и дальше. Вы говорите, власти говорят, что нет, это была пирамида, которая бы рухнула и прочее, прочее. Кто сейчас прав из нас, определить невозможно. Нет уже этой структуры. Но факт остается таков, что ее искусственно разрушили. Вот. Это просто факт. Я не придумываю ничего от себя и никаких домыслов не выдвигаю. Ну вы что, это отрицаете? Это же очевидно. Я просто честно скажу. Вы знаете, искусственно разрушили так же. Банда братьев Толстопятовых жила прекрасно, пока ее деятельность искусственно не разрушили правоохранительные органы. Да. Их посадили. Заловременно. То есть, чьи позиции искусственно разрушили. Вы знаете, ваша логика, господин Мавроди, вот я вас слушаю, конечно, и поражаюсь, да, той глубине цинизма, которую вы демонстрируете нам. Это логика наперсточника на улице, которая говорит, подождите, я не обещал человеку, который со мной сел катать шарики, что он обязательно выиграет. Я ему говорю, что доля вероятности, что он выиграет, высока. Он же видел, что здесь красный шарик под этим наперском, а там глубоко из рук. А потом, извините, этого наперсточника задерживают люди, так сказать, форменной одежды. И он говорит, одну секунду, у меня есть пострадавшие. Я сейчас как раз хотел отыграться и с этими пострадавшими рассчитаться. Дайте мне возможность снова встать у лотка, у Рижского вокзала, и все эти люди будут облагодетельствованы и получат счастье. Вот это в вашем логике в полном объеме. Я не нарушал закон на тот момент. Это была частная фирма. В какой стадии власти... Господин Мавроди, я не думаю, что нам есть смысл сейчас уходить в законы, потому что я вам на пальце сейчас приведу целый ряд законов, которые вы нарушили, начиная с закона оценных бумаг. Но поскольку это достаточно узкоспециальный спор, давайте не будем его вести. Мне, честно говоря, хотелось бы слышать о вас другое. Вот, если у вас хотя бы, ну не знаю, какое-то подобие совести, неужели вам не стыдно, вот перед этими двадцатью миллионами людей... Я люблю такие вопросы, обращенные к взрослым людям. Тем не менее, двадцать миллионов человек, я повторяю, двадцать миллионов человек, это одна пятая взрослого населения России. Неужели вам не стыдно, что по вашей вине, по вашей милости люди оказались за чертой бедности, а жизни у них, больших, оказались поломаны? Ну неужели вас не мучает это? Неужели вам по ночам кошмары не снятся? Я не считаю, что по моей вине, я же неоднократно заявлял. Теперь я хотел бы все-таки кое-что сказать, наконец-то. Да, пожалуйста. Вы считаете меня мошенником там. Ну это не я считаю, это считает суд, и вместе со мной, я думаю, миллионов сто россиян еще. Хорошо. Так вот, был суд. По суду все, что я должен, выплатить двадцать миллионов рублей. Все. Эти двадцать миллионов рублей есть вообще в деле, там арестованы семьсот тысяч долларов, здание за триста миллионов рублей. Все. Больше я перед законом чист. Если бы я был мошенником, вы как не обзываете, там называете, я бы мог просто занять чистую формальную позицию. С точки зрения закона я чист. Все, двадцать миллионов выплачивают. Все остальные проблемы меня не касаются. Но я, тем не менее, говорю, что я буду выплачивать, что я чувствую моральную ответственность и приложу все усилия. Но зачем мне это нужно? И с какой, вот, хотя бы какой-нибудь аргумент приведите, зачем я это сам себе ищу эти проблемы? Простите, выплачивать кому? Кому. Петерпиажным людям, которые пострадали. Какому количеству людей можно? Скажите, пожалуйста, какому количеству людей вы готовы выплачивать? Ну, средств достаточно, чтобы со всеми расплатиться. Но все это сколько? Сколько все? Вы знаете, это конкретный вопрос. Я могу заниматься только после Конституционного суда, который состоится в один раз. Порядок цифр, как вам думается? Ну, большой. Тысяча, десять, сто тысяч. Надо сожжать, понимаете. Миллион, десять миллионов. Сколько человек? Возможно, миллионы. Надо разбираться. Надо проводить переговоры. Ну, там много работы организационной, но я к ней пока сейчас не могу заниматься. То есть у нас хватит на несколько миллионов семиста тысяч долларов? Нет, 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 я говорю о другом. Там есть акции Газпрома арестованные. Вот вы говорите каждый раз об акции Газпрома арестованные. Арестованные, пардон. Да, за ховом, запрятанных. Вы очень по Фрейду говорились. Не запрятанных. А на кого они спрятаны? Акции Газпрома. Я объясняю ситуацию. На тот момент они оформлены на частных лиц. Почему? Потому что иного пути не было. А-а-а. Что? А. То есть вы использовали подложные суммы. То есть вы говорите, родненький, я у вас взял деньги. Да и нет. Другого пути не было, поэтому то, что купил на других лицах органы акции, и они лежат и ждут своего часа. Вы только что сказали, что акции Газпрома куплены на частных лиц. Приобретены. Приобретены на частных лиц. Но я хотел объяснить, но вы меня сразу перебили. Господин Мавалин. Нет, вы хотите объяснить, что на тот период времени акции Газпрома распределялись только среди сотрудников Газпрома. И вы среди жителей Сибири и Крайнего Севера еще. Что? Среди жителей Сибири и Крайнего Севера работаете в нефтегазовом предприятии. Ну да, вы все прекрасно знаете, да. Просто нового не было. Поэтому вы покупали на подставных лиц. Ну все с точки зрения закона там правильно оформили, просто договора соответствующие и все. Ну это понятно. И нового не было. Я, конечно, разделяю ваш восторг относительно того, что следствие сумело предъявить вам всего 12 тысяч потерпевших и насчитало ущерб, нанесенный, а точнее те активы, которые вас арестовали, сумму там чуть выше 20 миллионов. Вообще, я для уже зрителей говорю о том, что официально по материалам уголовного дела общий ущерб, который был оценен в результате действий МММ, составил 271 нединаменированных миллиардов или 271 миллионов рублей по-новому. Это чтобы было понятно на 20 миллионов человек. Господин Мавроди, у меня нет ни малейшей и тени сомнения, что со стороны следствия имелся самый натуральный коррупционный сгол. Я могу это доказать на конкретных примерах, потому что, несмотря на то, что следствие был представлен, а дело ввел в Следственный комитет МВД, конечно, не к вам. Конечно, следователи МВД вдруг, получив дело в свое производство, сказали, зачем мы будем сажать такого славного парня Серегу Мавроди? Давайте-ка мы его отмажем отсюда, давайте-ка мы выведем его из-под удара. А господин Мавроди или люди с ним связаны, никакого отношения к этому не имели. Это было исключительно добровольных следователей, которые, минуточку внимания, первое, почему-то не проверили ни одну из 300 фирм, данные о которых представили следствию, не удосужившись даже послать запросы в Центральный банк России. Второе, которые еще в 94-м году, в 95-м виноват, сняли аресты с арестованных средств и с арестованных объемов, которые не пришли на суд, когда обсуждался вопрос о чековом фонде Русинвест, вам хорошо известном. В результате суд был проигран, и все те активы, которые были у Русинвеста, на которые рассчитывали вкладчики, а там были и акции, например, АвтоВАЗ, и акции Ульяновского автомобильного завода, ушли в неизвестном направлении. Которые почему-то на протяжении с 95-го по 2004-й год не могли разыскать господина Мавроди 9 лет, который ничуть не скрывался в Центре Москвы. Вы мне хотите сказать, что следствие велось объективно, и что следствие из 20 миллионов пострадавших вкладчиков признало потерпевшими 12 тысяч... Ну я-то при чем? Ну пусть оно велось... Конечно, вы не при чем. Конечно, следствие... Давайте о нас говорим, а не о следователях. Сергей Пантелеич, несомненно, вы не при чем. Ну вы считаете, что следствие велось неправильно. Ну вот вы депутат, ну запишите, напишите запрос в СССР куда угодно. Я об этом говорю не так разно на протяжении многих лет. Хорошо, вопрос в том. Деньги где? Какие деньги? Вот вы имеете в виду. 20 миллионов рублей? Определите какую-нибудь себе позицию. О каких деньгах вы говорите? О тех деньгах, которые вы украли у людей? Нет, которые я должен выплачивать, помимо решения страны. Которые вы украли у людей? Нет, отвечайте на вопрос. Которые вы захавали и которые вы должны вернуть людям. Перерыв. Ну вторым обязательно вернемся к этому вопросу. На тему того, какие деньги, потому что он ключевой. Конечно, ну еще как. Я сам хотел узнать, где деньги. Уважаемые телезрители, голосование продолжается. Звоните по указанным телефонам и посылайте СМС-сообщение. Отдайте свой голос тому из участников, чью позицию поддерживаете. 14 декабря 1720 года, спасаясь от разоренных и разъяренных кладчиков, из Парижа в Брюссель тайно бежал гениальный авантюрист Джон Ло. В 20-летнем возрасте в Лондоне он был приговорен к смертной казни за убийство человека на дуэли. Каким-то чудом ему удалось спастись, и после скитания по Европе Ло добрался до Франции, где смог возвыситься до поста министра финансов и директора Госбанка. Финансовая система страны, превращенная им в своеобразную пирамиду, рухнула, обогатив лишь несколько ловкачей и поставив Париж перед угрозой масштабного бунта. В второй схватке в борьбу вступают секунданты. Они могут оказать серьезную поддержку дуэлиантам. Поддержите и вы своими звонками. Мы остановили... Вторая схватка. Передоставить слово секундант, мы остановились в очень важном моменте. Какие именно деньги вы имеете в виду? Я имею в виду те деньги, которые не получили вкладчики. Не те, кто был признан. То есть не только по суду вы имеете? 12 тысяч человек, а реально все эти люди, которые не смогли за 13 лет вернуть вложенными деньги. Понятно. У вас будет возможность ответить. Да, прошу вас. Беляков Антон, Общероссийское движение, Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам. Скажите, пожалуйста, Александр Васильевич, ну, бесспорно, что господин Мавроди, я, кстати, с этим согласен, как представитель пострадавшего вкладчика, это злой гений. Наверное, 4 года и 6 месяцев это мало, и по закону должен нести ответственность больше. Но, тем не менее, вот сейчас много людей находится по другую сторону баррикады с вами. И это связано, прежде всего, с тем, что нельзя, на наш взгляд, сосредоточить усилие на том, чтобы его расстрелять, линчевать, убить, но не приступить к решению вопроса. У вас с 1994 года была многократная возможность вмешаться и не сейчас говорить о том, что безобразие, коррупция, так сказать, а приложить некие усилия. Вот, на сегодняшний день, считаете ли вы справедливым то, что государство решением вопроса считает изничтожение Мавроди, будь то новый срок, так сказать, или какие-то иные санкции, но при этом не принимает никаких усилий в том, чтобы помочь тем самым 20 миллионов, о которых вы сейчас якобы соболезнуете и печетесь? Вопрос понятен, прошу. Спасибо. Ну, мне, во-первых, конечно, довольно удивительно видеть вас в качестве адвоката Мавроди. Тем не менее, значит, 20 миллионов вкладчиков, о которых, как вы говорите, я якобы соболезну и пекусь, это не придуманные из головы цифры, это та цифра, с которой сам господин Мавроди соглашается. Бог с ней с цифрой. Это не бог с ней, потому что 20 миллионов человек, и за каждым из этих людей стоит жизнь. Где вы будете все это время, скажите? Второй вопрос. Отвечаю на второй вопрос ваш. О том, что должно сделать государство. К глубокому моему сожалению, государство сделало все возможное для того, чтобы господин Мавроди сначала собирал деньги вкладчиков, затем уходил от ответственности, а затем вышел на свободу, имея за спиной 4 года, и отсутствует каких-либо обязательств, за исключением 20 с небольшим миллионов рублей. То есть, абсолютно смешные цифры. Я думаю, что не случайно то, что окончание процесса на своем мавроди совпало с похоронами первого президента. Потому что дело Мавроди – это некий символ Ельцинской эпохи. Потому что дело Мавроди и МММ, и всю эту Камарилию, пирамид, нельзя рассматривать в отрыве от той внутриполитической обстановки, которая создалась тогда. Давайте вспомним, что это был период, когда государство не только поощряло подобного рода обман массовой своих граждан, но и самостоятельно обманывало своих граждан. Давайте мы вспомним с вами то, что государство, организация... Подождите, давайте уточним вопрос. Я понимаю, что у вас... Сейчас есть 20 миллионов пострадавших. Вы конкретно, как депутат Государственной Думы, видите варианты помочь этим людям? Если можно, я все-таки докончу свою мысль. Мне кажется, она очень важная. Так вот, государство играло в такие же точно игры со своим народом, в какие играл с ним Мавроди. Если мы вспомним знаменитую пирамиду с ГКО, с государственными казначейскими обязательствами, которое привело в 2008 году к дефолту, то мы увидим с вами, что это то же самое МММ. Я с огромным удовольствием предпочел бы, чтобы сегодня на скамье подсудимых присутствовал не один только Сергей Пантелеевич Мавроди или создатель других пирамид, там, Чары, Властелина и так далее, а присутствовали те люди, кто разваливал страну. Присутствовал бы господин Березовский, присутствовал бы господин Абрамович, господин Потанин, господин Волошин и другие граждане. Я полагаю, что к тому моменту, когда государство дойдет, наконец, до осознания необходимости такого суда, когда государство сделает все возможное... Я понял, а деньги 20 миллионов вернешь из конфискованного, как ты назвал бы, Светлана Мавроди, перераспределить. Владимир, давайте заставим Абрамовичу на детей чуть-чуть и остановим перспективу. Я прошу прощения, важный вопрос. Я хочу сказать лишь одно. Государство не должно, вот сегодня, нынешнее государство, нынешняя власть, за счет бюджетных средств, то есть за счет денег налогоплательщиков, покрывать расходом господина Мавроди. Господин Мавроди говорит, что у него есть деньги. Это получается, что мы идем на повторный обман и на повторное выросло у своих граждан. Вот и все. То есть, людям надо вернуть деньги из того, что найдут у Мавроди. Вообще, по-хорошему, это как минимум необходимо было сделать и уже давно. И я думаю, что если поискать, то эти деньги-то есть. Понятно. Прошу вас. Юрий Поляков, главный редактор литературной газеты. Ну, я согласен, что на этом фантике, конечно, должен быть и портрет и Ельцина, и Гайдара, и Черномырдина, в общем, тех людей, которые тогда руководили этим всем, так сказать, процессом. И я думаю, что они допустили это, чтобы немножко отвлечь людей от того процесса колоссального грабежа, который шел в стране, и дать иллюзию, возможно, перераспределить. Да, перераспределить, извините, извините. Вот, погорячился. Ну, так вот. А вопрос у меня конкретный. Одна моя родственница попала в эти, так сказать, она была одной из 20 миллионов, вот, в эти сети. И как раз, когда была самая ажиотация, я вместе с ней, чтобы ее поддержать, поехал на Варшавку, туда, где была штаб-квартира, где толпились люди обманутые, вот, возмущались и так далее. И я там с ней провел довольно много времени, ну, и так по-писательски наблюдал. И что я заметил? Постоянно. То есть рядовых вот этих вкладчиках, о которых заботится, значит, гражданин Мавроди, пытаясь их спасти от последствий гайдаровских реформ, в здание не пускали. Зато оттуда периодически вываивались крепкие ребята такого криминального вида и несли огромные спортивные сумки, которые бугрились от присутствовавших там пачек, так сказать, с деньгами. Подъезжали машины с номерами государственными, люди из них тоже туда заходили, выходили с сумками. То есть конкретно пацаны бабло отбили? Да, им деньги возвращали. Понял, хорошо, я понял. И ваш вопрос, как быть не конкретным, пацаны. А теперь вопрос, как это вяжется? Значит, те, кто могли отвинтить голову гражданину Мавроди, он бы не дожил до сегодняшней дуэли, вот, значит, им деньги отдавали. А вот те люди, которые вложили последнее, продали там квартиры и так далее... Понятно. Я могу сказать следующее. Ни с какими криминальными структурами я никогда связан не был. Вот вело следствие 10 лет, и меня не смогли уличить, они не смогли выяснить ни одной связи. Если бы хоть что-то было, вот эта-то связь, вот там насчет денег, вы говорите, так все спрятано, что не найдешь. Но связь с криминальным миром скрыть нельзя. Там в любой там организованной банде, там масса людей, это бы неизбежная информация сплыла. Никаких привилегированных там выплат не было никому. Не, ну если я это видел своими глазами, видели тысячи людей, которые там стояли. Возможно, я не исключаю этой ситуации. А одной из сумки хватило бы, чтобы поправить положение, скажем, сотни обманутых. Речь шла о деньгах. Естественно, те же охранники, те же там контролеры, это живые люди. Разумеется, с ними, наверное, вполне возможно, не исключаю. Договаривались и как-то без очереди там проходили и прочее. Но я таких распоряжений, мне неинтересны были ни преступные группировки, ни какие-то обеспеченные люди. Какое мне до них дело-то вообще было? У меня не все равно совершенно. Единственный контакт у меня был с преступным миром, это следующий. Что ко мне пришли охранники и сказали, Сергей Пантелеевич, это еще было до краха. Вот какая-то группировка обратилась к нам. Все, что они просят, это чтобы их бесплатно пропускали. Ничего они не просят, только чтобы там огромные очереди были. Чтобы бесплатно они на общих основаниях покупают, продают. Просто без очереди их пропускали, чтобы. Я сказал, нет, никаких там, вот очередь для всех одна, пусть встают, и как все встают. Больше ко мне не обращались. Может быть, они как-то это решили. Пацаны заплакали и сказали, извините. Ну, я вам говорю факты. Заплакали, а не знаю. Ну, так было. Я Тарасов Константин, обманутый вкладчик, так сказать. Впереди выборы в Госдуму, не за горами. И как бы у меня вопрос от миллионов вкладчиков. Вот, как бы Сергей сейчас пытается обелить свое имя и рассчитаться с народом. Что вы сделаете для того, чтобы помочь ему в этом? Потому что миллионы вкладчиков смотрят непосредственно за кого голосовать. Вы как будете помогать? Вам что больше нравится? Паяльник или утюг на живот, чтобы сказал, где деньги? Я хотел бы только задать вопрос. Мне совсем... Я прошу прощения. Короткий вопрос. Можно я задам? Я бы все-таки ответил, может быть, на вопрос, который у меня поступил. Ну, можно, наверное, еще до секунды. Ну, пожалуйста, давайте, давайте. Вот есть со мной паяльник, вы говорите, там, дуэль, убить. Хорошо, есть со мной что-то, ну, вы там, не говорите. Да, есть со мной что-то случится. Кто расплачивается-то будет. Вот, понимаете, этот вопрос стоит, вот, как ко мне не относись, вот, как вообще меня не воспринимаю, но вопрос стоит именно так. Вот если не я буду расплачиваться, то никто. Ни государство, никто. Вот вы понимаете эту ситуацию? Семен Петербург, бедата заключается в том, это гениально. Я считаю, браво. Простите, пожалуйста, вы в каком году последний раз деньги взяли? Ой. Ой. А что помешало за все эти годы заплатить? Ой. Я сидел в тюрьме. Или просто, извините, вы в тюрьме сидели не так давно, до этого вы сидели в Госдуме и не расплачивались. Давно-давно. Ой. И в Госдуму ни разу не пошли на совещание. Ой. А потом по чужому паспорту жили. Ой. Девять лет. И все забывали деньги заплатить. Ой. А теперь сказали, не трогайте меня. Ой. А то я так и не заплачу. Ой. Затрогайте. А начну выплату до 120 лет. Когда я расту до 120, начну выплачивать. Ой. А девять лет был. Ой. У нас какая-то странная дискуссия. Это не дискуссия. Это обман, грязнь, который вы ведете. Это называется Стокгольмский синдром. Какой синдром? Когда заложники начинают обожать террориста, который их захватил. Когда вы говорите людям, я вам дам деньги, дам, дам. Вы что не трогают? Я вам дам за счет других. Раз я говорю, что я отдам что-то. Вот, молодец. Какой-то разве я честно сказал. Я говорю, что я буду этим заниматься. Вам еще ответы нужны? Вам еще нужны ответы? Вам сказали? Вам денег не дадут, забудьте. Я не даю просто неуполнилых обещаний. Конечно. Я говорю только обещаниях, за которых я могу как-то Я думаю, что конкретно... Сергей Петрович, вопрос был мне задан, если позволите. Я так понимаю, что конкретно взятый, обманутый вкладчик, пришедший с вами, видимо, обманутым уже давно не является. Иначе бы он для вас здесь сопровождал. Почему вы так считаете? Предъявите ваши билеты к оплате. Почему вы так считаете? Я верю в модель Мавроди. Я полностью уверен, что конечный результат для народа будет хороший. Вы знаете, к сожалению, история Мавроди, она опять же нетипична. В смысле, не индивидуальная, извините, она типична. У нас уже была дебилая гражданка Соловьева. Вот Фрейд, Фрейд. Конечно. Оговорков. Конечно, значит, властелина, которую сначала арестовали. Она говорила, ну, судей била себя в грудь. Вы меня выпустите, я рассчитаю со всеми вкладчиками. Выпустили через несколько лет отсидки. Она снова намрала денег, ее снова посадили, сейчас сидит. У нас была основательница банка ЧАР, по такому же точному пути, госпожа Францева, которая говорила на суде, выпустите меня, рассчитайте со всеми вкладчиками. Вы меня уже выпустили. Выпустили. Скоро опять примут, это же логика простая. Владимир Рудольфович, не скоро примут. Я напоминаю, что госпожа Францева, после того, как вышла на свободу, стала снова собирать деньги у граждан и снова была осуждена за мошенничество. И сегодня отбывает наказание. И ровно то же сегодня нам предлагают сделать господин Мавроди. Мы предлагаем тебя от тюрьмы. Когда вы меня спросили, что можно, отвечаю на вопрос, что я могу сделать для господина Мавроди? Я думаю, что для господина Мавроди самое важное, что и самое главное, что можно сегодня сделать, это чтобы он живым вышел бы из этой студии сегодня. Вот это самое главное, что можно сделать для Мавроди. Не волнуйтесь, наша охрана это сделает. Давайте вот проведем эксперимент. Дайте человеку... Серьезно? Еще 20 миллионов экспериментов? Зачем? Очередной Гайдар, еще одну страну под эксперимента найти. Дело пусть найдет. Над собой экспериментируйте. У вас с собой сколько денег? Вот дайте их Мавроди на новый билетик. А другие граждане подбивайте на глупости. Прошу вас. Экспериментаторы, а? Пожалуйста. Сарвазян Львов Самсонович, председатель правления объединения вкладчиков МММ, президент фонда помощи жертвам экономических преступлений, законный представитель потерпевших по данному уголовному делу. Мне удивляет вот это летимирие, которое сейчас здесь происходит со стороны Сергея Пантелеевича. Получается так, что все потерпевшие, оказывается, знали, что у него какая-то там пирамида перераспределения денежных средств. А почему вы раньше об этом не говорили? Я не знаю, кто там сидит со стороны секундантов, я не знаю, где он их нанял, я их вообще не знаю, кто это такие, которые от имени вкладчиков. Но мне хотелось бы задать вопрос Сергею Пантелеевичу, что ему мешало столько лет не рассчитываться с потерпевшими, с вкладчиками, своими кредиторами. Столько лет. И почему он сейчас старается всем внушить, что он никому ничего не обязан, что он собирается заняться литературой, книжки писать. Он давал такое интервью. И, ради бога, его не трогайте, а то он вообще ничего не заплатит. То, что касается активов, активы у него очень большие. Это я, как законный представитель, официально заявляю. Другое дело, что суд и прокуратура отказывались налагать арест на имущество. Приватизированы были не только «Газпром» 8%, около 8%. Приватизированы были «Сургутнефтегаз», «Норильский Никель», «Роснефть» и еще 30 компаний приватизированы были на наши деньги. Кто получает эти дивиденды на наши вклады? Люди в больницах умирали. Звонили мне в последний раз, говорили, я звоню вам, Львов Самсонович. Может быть, я больше никогда не позвоню. И с членом нашей организации, которые уже имеют гражданские суды, которые получили еще в 95-98-х годах. Почему он прятался, как крыса? Почему он не выдавал эти деньги раньше? У нас 400 человек уже на том свете, благодаря нему. И он сейчас здесь выкаблучивается и старается втереть, лапшу навесит на всех. Я хочу у него узнать, когда он вернет деньги. Браво! Шок-шоу! Я еще раз объясняю ситуацию. Я что, никто не понимает? Я по суду, я вышел уже. Вот вы меня сравниваете с какими-то там этими, что они там обещают чего-то, чтобы выйти. Да я уже вышел. И я ничего не должен никому по суду. Снова зайдешь? Не беспокойся. Все свои действия, которые я собираюсь предпринимать, совершенно добровольно. Никакой выгоды мне от этого не... Вот назовите хоть один мотив. В чем мое это мошенничество? Я собираюсь расплачиваться. Я мог все эти активы, про них никто не знает. Я мог спокойно их взять. Я не отрицаю это, я все время об этом говорю. Хотя выгоды мне от этого, но никакой нет. Я мог их спокойно взять себе, жить-поживать и добра наживать. Нет. Я говорю, что я буду выплачивать, я буду искать эти активы и расплачиваться. А почему 9 лет не выплачили? Вот спросили. Ну, он уже скрывался, я боюсь, что вы меня судили потом. Ну, что вы какие-то вещи вызывали? В Думе скрывались? Вы в охотный наряд ни разу не зашли. В какой Думе? Я был в розыске. Вы были депутатом. Меня искали только для того, год я всего был депутатом. И? Что мешало в течение года что-то выплатить? Ну, там уже началась катастрофа. Как в течение этого года, там, структура уже была развалена. Я пытался ее из руин поднять, но это не удалось. Понятно. Присаживай. Объявляется, перерыв. Никто никому ничего не должен. Напоминаем, что победителем будет признан тот участник дуэли, за которого проголосуют больше телезрителей. Во время декламы дозвониться будет легче. Десятки тысяч долларов готовы заплатить коллекционера за автограф Баттона Гвинета. Его подпись, в то время президента штата Джорджия, стоит на декларации независимости США. А год спустя он погиб от раны, полученные на дуэли. В мае 1777 года Гвинет пригрозил пистолетом бригадному генералу Макинташу, который назвал его подлецом уголовник Малгуном. Сидел ли Гвинет в тюрьме, неизвестно, но аферистом был наверняка. Когда огромные долги вынудили объявить себя банкротом, он умудрился продать уже не принадлежавший ему остров. Во время дуэли противники ранили друг друга. Но Макинташ выздоровел, а Гвинет умер спустя три дня. В третьей завершающей схватке дуэлиантам предстоит отвечать на вопросы Владимира Савадьева. СХВАТКА ТРЕТЬЯ Скажите, пожалуйста, вы оценивали стоимость тех активов, которые вы можете поставить сейчас под свое управление, из тех, которые были выведены в тень? Ну, понимаете, вот мне говорят, что вот как, вот мне этот вопрос задают часто, и спрашивают обычно, вот как вот там оформлено на частных людей, а вдруг они вам не вернут там все... Я сейчас спрашиваю о другом. Я спрашиваю сумму. Нет, вот именно про это вы спрашиваете. Нет, я спрашиваю сумму. Вот какова сумма? Невероятность, что вы их вернете под свой контроль? Ну, тут иначе нельзя разговаривать просто. Вот именно речь идет, вот я хотел как раз пояснить, что, конечно, с частью людей будут проблемы, но часть людей вернет. Вот как обстоит, это просто, ну, естественно совершенно. Сколько? Ну, это на уровне миллиардов долларов. То есть вы хотите сказать, что сейчас существует... А сколько таких людей? В смысле каких людей? В количестве людей, которые должны вернуть. Вот даже в уголовном деле присутствует. Нет, я не говорю, вы меня не слышите. Я не говорю про тех людей, которые вам вначале принесли деньги, не про эти 20 миллионов человек. Нет, я говорю именно про тех, у кого активы вы имеете. Вот у кого активы, вот этих людей, сколько физически? Физически в деле установлено, например, в Пермской области 15 человек. На сумму там 500, что ли, 40 миллионов долларов акций «Газпрома». Но это вершина айсберга. После этого только в Пермской области. После этого следствие прекратило работать в первом направлении. Вообще этих людей много. Много, но мы говорим все равно о тысячах. Я, кстати, заявлял следователям. О сотнях. И суду говорил, что вот, пожалуйста, деньги. Рождите, расслатитесь. Понятно. То есть вы хотите сказать, что благодаря вам деньги были переспределены в интересах нескольких сотен человек, которыми вы лично нехорошо знакомы, и которые сейчас существуют как тайные миллионеры. Вы знаете, я не могу поверить, что вы не понимаете ситуацию, эти вопросы. Я не могу поверить, что вы не понимаете мой элементарный вопрос. Найдите мне хоть одного человека в стране, который возьмет из его кармана миллиарды, раздаст их неизвестным людям и скажет, ребят, я тут лет 10 потусуюсь, а потом вернусь, вы мне их отдайте. Знаете таких людей? На этих людей были оформлены, с ними заключены были договора. Тогда почему вы говорите, что есть проблема в том, чтобы вернуть эти деньги? Ну, потому что время много прошло, люди все живые, жадность человеческая существует. Жадность? То есть это вы не учитывали? Я учитываю, я про это вам говорю. Что есть статистика просто? Часть вернутся, частью будут проблемы. Это же естественно всё. Это неестественно. Неестественно, что вы не можете... Ну, на вас, если были оформлены акции, вы бы вернули? Я бы никогда в жизни не позволил на себя оформлять акции того, что мне не принадлежит. Вы втащили людей в мошеннический круг. В течение 10 лет они стали, благодаря 20 миллионам обманутых людей, мультимиллионерами. Теперь вы говорите... 13. 13. Теперь вы скажете, денег верните, мы их раздадим. Почему сказать? Договоры есть. Ничего себе. Есть договоры. Да, договоры есть. Где эти договоры? Ну, есть договоры. Где они есть? У кого-нибудь? Кто их видел? Как они были оформлены? Если так же, как вы оформили ваши билетики, то грошем цена. Кто им поверит? Александр Алексеевич, а скажите мне, пожалуйста, а почему правоохранительным органам не удалось найти это несколько сот кореек, которых вот один уважаемый господин взял и расплодил в стране? Неужели это такая сложная задача найти людей с таким гигантским состоянием? То есть вчера он был тихий, скромный дворник, а сегодня он мультимиллионер. Почему не вернуть все деньги и не раздать 20 миллионов в определенной пропорции? Я вам отвечу словами Конфуция, процитированной в известном фильме, о том, что трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Мы ведь с вами, понимаете, исходим, и многие исходят из того, что господин Мавроди – это финансовый гений, создатель суперпирамид. У меня есть другая версия. Я вообще глубоко убежден в том, что господин Мавроди сам по себе не мог создать такую мощную, разветвленную финансовую сеть, не мог на протяжении такого длительного времени крутить такие деньги и не мог потом столько лет уходить от ответственности. Все крупные дела делаются только в одиночку. Так вот, Сергей Прилеевич, я же вас не перебиваю. Хорошо, извините. Все крупные дела делаются только в одиночку? Конечно. А целью наху силы только в меткие дела. Понимаете, компания General Motors состоит в том, что один мужик по ночам бегает по всем заводам и собирает машины? Идея кому-то принадлежала одному. Какая? Производить автомобиль? Идея какая? Грабануть народ? Какая идея это была? Так вот, я все-таки повторюсь. Я глубоко убежден в том, что Сергей Понятелевич Мавроди – это лишь в какой-то степени ширма. А за этой ширмой действовали иные люди, которых мы не знаем. И эти люди и стали реальными собственниками тех богатств, которые, как стыдливо говорит господин Мавроди, были перераспределены, а попросту говоря, украдены у людей. Именно поэтому его вывели, отвели от уголовной ответственности. Именно поэтому его не искали. Девять лет он находился в бегах. Именно поэтому он смог стать депутатом Государственной Думы. После чего, напоминаю, на все пункты приема МММ были повешены таблички о том, что это общественный прием на депутаты Мавроди. Чтобы там нельзя было проводить обыск. Конечно, потому что это используется правом неприкосновенности. На этом депутатская деятельность господина Мавроди закончилась, несмотря на все его обещания, что как только его изберут... Про Мавроди все понятно. Про государство мне ответьте. Почему, когда речь идет о ЮКОСе, государство проявляет волю, говорит, так, конфисковали, продли, когда речь о Мавроди, государство говорит, милый мальчик. Вам честно ответить на этот вопрос? Честно. Если честно, то очень нескоро. Потому что вот такого рода ревизия и, опять же, выражаясь лексиконом Мавроди, перераспределение, это, по сути дела, передел. Потому что любое состояние, которым обладают сегодняшние олигархи, имеет криминальную подоплевку. Потому что нет ни одного крупного предпринимателя, где бы он не заседал, был бы он губернатором или членом общественной палаты, который бы эти деньги заработал честно. Они все в той или иной форме криминальны. В том числе, это и деньги господина Мавроди. Вот. То есть есть ряд людей. Господин Мавроди, вы не давали таким людям, как фамилия, может быть, вспомните случайно, не было там мальчика в подписном листе? Там Роман Аркадьевич Абрамович. Не было там мальчика? Роман Аркадьевич тогда еще был мальчиком. А я поэтому говорю, мальчика не был в подписном листе. Он как раз был в тех далеких регионах. Роман Аркадьевич был еще мальчик совсем. А Борис Абрамович уже был не мальчиком, но мужем. Ну, короче говоря, я собираюсь добровольно совершенно выплачивать деньги, и я мошенник. Но вот ваша логика именно такая. Нет, наша логика другая. Наша логика такая. Вы стоите здесь. И зачем я это все говорю? И вы в очередной раз обманываете народу. Зачем? Говорите им, я собираюсь. Когда вас спрашивают, родненький, если вы собираюсь, почему 9 лет до этого не выплатил? Я вышел уже, зачем мне это все говорить-то? Это очень просто. Потому что вы хотите создать новую пирамиду. Потому что, как уже сделали один раз в Америке, когда создавалась интернет-пирамиду. Да я выплачивать хочу, а не собирать деньги. Да естественно, вы хотите выплачивать процентик от того, что будет приходить, а остальное прикарманировать. Но это ваша логикация. Это все понят. Это результат активного анализа вашего жизненного пирамиду. Короче, выплачивать не надо. Выплачивать надо не вам. Надо конфисковать, обыскать, найти и выплатить. Вот ответ на все вопросы. Не так? Крест поставить на всем, получить государству, все разворовать. Минуточку, а вы воровали что, хуже государства? Я не воровал. Да дети по сравнению с вами государства, которые воровали. Дети! Они 20 миллионов не смогли так красиво обмануть, чтобы выйти и сказать. Да сейчас Гайдар приду, скажет. Я еще раз хочу стать его премьер-министром. Что ему скажет? Я не хочу стать никаким премьер-министром. Назовите фамилии людей, на которых записано сотни миллионов долларов. Налоговый вам поможет. Да эти люди есть в деле. Я же вам уже объяснил. Эти люди есть в деле. Их помилы не надо. Александр Алексеевич, извините. Я поражаюсь. Я многое знал у себя. Я, конечно, понимаю, что у нас всегда все заново. Я для себя много интересного знал об экономике. Оказывается, это закон двигателя велосипеда. Ничего не надо производить. Нет, ничего не надо. Главное, чтобы люди деньги несли. Это нечто новое, гениальное. То есть ваше образование в экономике... Я показал на практике, как это делается. Вы показали на практике, как человек падает с 12 этажа и, пролетая мимо восьмого, говорит, пока все, полет нормальный. Вот это то, что вы показали на практике. Если мы разговариваем серьезно, или мы соревновываемся в островом. Мы не можем разговаривать серьезно, когда вы пытаетесь сделать анекдот из экономики. Да это вы пытаетесь. Нет, извините. Я понимаю, что у вас образование мехмат, и понимаю, что было пару лет опыта работы в кооперативе. Но извините, конечно, то, что вы говорите по поводу экономики и финансов, это за пределами знаний. Да это же на практике, это же не теоретически. Вы на практике людей деньги тырили. И за это на практике 4,5 года получили. И еще заховали несколько миллионов, или даже миллиардов. И не хотите сказать, где они. Поэтому вопрос к Кинштейну. Александр Ивсевич, когда появится запрос СССР по поводу действия следственной бригады по делу Мавроди, по поводу судьи, принимавших такое решение? Когда появятся запросы по пересмотру дела Мавроди, по ревизии всех тех активов, которые господин Мавроди у нас в эфире заявил, что существует и исчисляется миллиардами долларов. Что бабушка не ждала, а получила. Где деньги? Вот ответ. Где деньги? У ФСБ. Назовите фамилии. Наживаю. Кому ФСБ вы дали денег? Вот вы говорите. Назовите фамилии, кому ФСБ вы дали деньги? Ну дайте мне сказать. Вот вы говорите, запросы. Фамилия. Кому дали денег? Все, я ответил. Говорите дальше. Значит, запрос написать проблем не составляет. В течение недели такой запрос будет подготовлен. Это суть и не изменит. Я ведь не случайно говорил о том, что господин Мавроди не сам по себе. Есть реальные силы, которые выявили. Я вас не перебиваю, правда? Ну неужели вас, так сказать, не научили хорошим манерам, откуда вы недавно вышли? Александр Рефеевич, там никого ничему хорошему не учат. Не знаю, наверное. Так вот, я вам больше скажу. А вы в курсе, что у нас специально под господином Мавроди поменяли уголовное законодательство в стране? Вы знаете, что у нас специально внесли изменения статью 159, мошенничество, которое инкриминировало господину Мавроди, и изменили размер особо крупного ущерба. И поэтому, одну секунду, именно поэтому господин Мавроди был привлечен к уголовной ответственности и осужден по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса, который максимальным сроком наказания предусматривает 6 лет, а не 10, как должно быть по вашему объему. Согласны со мной? Так когда запрос напишете? Так запрос напишут и завтра, но суть это не меняет. Хорошо, в пятницу ждем запросик. Нет вопросов. Запрос завтра будет, но, к сожалению, в суть это не меняет. А деньги-то кто вернёт? Перерыв. Вы-то уж точно не вернёте. А деньги вернёте вы. Присаживайтесь. До конца программы остались считанные минуты, но у вас ещё есть возможность повлиять на конечный результат. Продолжайте голосовать. Я понимаю, что многие, которые проголосовали сейчас за Сергея Мавроди, в первую очередь голосуют за недоверие государству. Только я надеюсь, что, не доверяя государству, мне всё-таки хватит ума вновь не попасться в сети. По результатам интерактивного голосования с большим перевесом победил Александр Хинштейн. Спасибо за просмотр!